Всем привет, ребята, меня зовут Данил, и сегодня я хотел бы вам рассказать, как можно сделать очень крутую картину из салфеток, которая будет создавать антураж в вашей комнате, сделает ее намного краше, эстетичнее и вообще займет у вас нормальное такое количество времени, вы успокоитесь, отключитесь от своих дел, развлечетесь от вашей повседневной рутины, от твоей повседневной работы, и это очень сильно вас успокоит и поможет вам двигаться и думать дальше. Эта картина будет из салфеток и клея, она поможет вам успокоиться, она займет такое нормальное количество времени, всем приятного просмотра, перед началом видео не забудьте подписаться на мой youtube канал, поставить лайк, если видео вам не понравится, можете спокойно лайк убирать, чтобы все было честно, также не забываем подписываться на мои другие соцсети, которые указаны в описании под этим видеороликом, из инстаграма, моего вконтакте и тикток, продолжаем смотреть это видео. Для начала мы должны изготовить материал, который мы будем рисовать, мы берем и наливаем проточную воду в какую-то мисочку и туда мы рвем обычные салфетки, после того как мы все туда порвали, мы берем хорошенько все выжимаем в воде и на маленькие кусочки ломаем все это и бросаем в пластиковый стаканчик, можно в бумажный, куда ходить, сюда и бросайте, но советую вам не бросать в стаканчики для питья. Вот так вот у нас должно получиться. Далее мы берем самый обычный клей, у меня это ПВА прозрачный, я беру и добавляю туда ну где-то одну четвертую банки. В магазине я не нашел гуаши или какой-либо краски, у меня самая обычная акварель, но я для вас сейчас подготовил лайфхак. Мы можем все взять и просто делать одну обычную одноцветную белую массу. Далее, когда мы все это нанесем на наш холст, просто взять и раскрасить это акварелью. Но этот лайфхак пришел ко мне слишком поздно, поэтому я уже заготовил все и наносил акварелью в наш стаканчик. У меня получилось 4 цвета, желтый, красный, синий и зеленый. Я все это нарисовал на бумажке и подготовил свой мини холстик. Я взял обычный картон из какой-то коробки, у меня это было из-под лампы, и нанес туда, конечно же, нашу бумагу. Далее я беру и, как показано на видео, начинаю тыкать пинцетом. Делаем плавно, никуда не торопимся, аккуратненько пинцетом. Вот знаете, как из шерсти валят всякие игрушечки. Вот так мы делаем аккуратненько и тыкаем, вот как иголочка тыкает, так мы и пинцетиком тыкаем по нашей бумаге. Делаем плавно, никуда не торопимся, так мы и пинцетиком тыкаем по нашей бумаге. Мой холстик, мне не хватило салфеток, и я буду доделывать, конечно же, еще одну партию. Но, пока партия делается, я взял акварель и хорошенько прошелся, чтобы моя работа была более цветной, яркой и красивой. Советую вам сделать точно так же. Или же просто взять любую краску. У меня это, как я уже сказал, акварель, можно взять гуашь, акрил, какую хотите краску такую и берите. Главное делать все аккуратно и не заходить за края другого цвета. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И как только дошел, вот как я вам сейчас показываю, я сделал просто белую массу, потому что мне так было бы намного удобнее делать потом. И сейчас вы видите, как я на экране наношу белую массу на свой пустой участок холста. Краска на этот белый слой наносится просто идеально, не видно никаких проплешин, но нужно наносить не в один слой, потому что, как вы сейчас видите на экране, я наношу один слой только там, где уже есть краска. Но на белый слой нужно будет наносить два раза, чтобы краска была четче и сочеталась вместе с синим, который идет с ней как вместе. Как вы могли заметить, на белый слой я нанес краску два слоя, чтобы все было намного четче, краше и ярче. Такая вот прекраснейшая картина получилась у нас с вами. Мы ее делали, ну, где-то два часа примерно. Я изначально, как вы могли видеть, я сказал вам всякие лайфхаки для того, чтобы это сделать. Нужно не жалеть клея, не жалеть салфеток, не жалеть цвета, потому что цвет достаточно должен быть яркий. Но лайфхак, если у вас нет хороших красок, которые можно добавить изначально в салфетки с клеем, то можно просто купить какую-то акварель красивенькую, или просто гуашь, или еще какую-то краску. И потом, когда уже все высохнет, красивенько просто разукрасить все по цветам, так как вам нравится. Если вам понравилось это видео, не забываем ставить лайки и подписываться на мой YouTube канал. Приходим во все мои социальные сети, которые указаны в описании под этим видео. И всем пока, увидимся в следующем видеоролике.